Всем привет! Уверена, что каждый из вас хоть раз дожаловался на то, что математик, которого над жизнью. Так вот, составители ОГЭ в этом году пошли вам навстречу, и задачу про арифметическую и геометрическую прогрессию заменили на жизненную задачу, которая будет решаться арифметической и геометрической прогрессией. Ну что, готовы? Мы сейчас будем их решать. Поехали! Ребят, ну что, давайте посмотрим первую задачу. Я специально взяла самую простую и понятную. Курс воздушных ванн начинается с 15 минут в первый день и увеличивает время этой процедуры каждый следующий день на 5 минут. И в какой по счету день продолжительность процедуры достигнет 1 часа 20 минут? Ну, простая задача, жизненная. Давайте попробуем это нарисовать, написать и решить. То есть первый день 15 минут, первый день. Потом плюс 5 минут, то есть во второй день уже надо будет на солнце провести 20 минут и так далее. Вот мы надо посчитать, сколько должно пройти дней, чтобы у нас 1 час 20 минут накопилось. Я думаю, что каждый из вас это сможет посчитать руками. То есть первый день 15, второй день 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 это час. Прошло у нас 10 дней. И потом час 05, час 010, 15 и 20. То есть получается, что надо 14 дней потратить. Вот такая вот задача без всяких прогрессий. Но если вы хотите как-то вникнуть в тему прогрессии, давайте попробуем перевести это на язык математический. Первый день, это вот А1, у меня 15 минут. Потом вот этот вот шаг, с которым происходит увеличение, это в арифметической прогрессии D. То есть у нас 5. И то, что мы хотим получить, это АН. АН равно, только давайте переведем это тоже все в минуты. Это у нас было бы 60 минут плюс 20 минут. Это 80 минут. И вот прогрессия выглядит вот таким вот образом. Вот этот АН, наша цель найти N, в какой день. Вот этот АН, он равен А1 плюс N минус 1 умножить на D. Это формула Н-ного члена арифметической прогрессии. Вот она в этих шагах как раз-таки. Получается, что АН у нас это 80, А1 это 15 плюс N, это то, что мы ищем. Значит, я здесь ничего подставить не могу. А D для нас это пятерка. И получилось вот такое простое уравнение линейное, которое мы решаем и находим N. Ну, давайте проверять, что у нас получится. 65, это я вот сюда перекидываю, 15 отнимаю, равно N минус 1 умножить на 5. Не хочу раскрывать скобки. Я вот обе стороны этого уравнения поделю на 5. Ну, в общем, пятерку отсюда уберу. Получается, 65 делить на 5, это будет 13, равно N минус 1. И теперь беру эту минус 1 и перекидываю на левую сторону. Получаем, что N равно 14. Вот то же самое, что получилось, когда мы считали с вами на пальцах. Вот такие задачи попадаются в номере 14. Но это, наверное, самое простое, что вы можете встретить. Поэтому давайте посмотрим чуть-чуть что-нибудь посложнее. В течение 25 банковских дней акции компании дорожали ежедневно на одну и ту же сумму. Когда вы эту фразу слышите, это значит, что задача будет про прогрессию. Сколько стоила акция компании в последний день этого периода, если в седьмой день акция стоила 821 рубль, а в шестнадцатый день 974 рубля? Ну что, руками, наверное, уже сложновато считать, хотя можно попробовать. Сейчас мы это все дело запишем. Я, наверное, сразу же не буду перекладывать это на прогрессию, а попробуем с вами порассуждать, скажем так, на пальцах. Вот у вас седьмой день, 821 рубль. Прошло сколько-то дней, настал шестнадцатый день. Мы понимаем, что прошло у нас 9 дней, правильно? Плюс 9 дней. Каждый день вот эти акции дорожали на одно и то же число. И на шестнадцатый день уже они стоят 974 рубля. Потом еще пройдут дни, вы дойдете до последнего дня, это 25-й день. И вот надо понять, сколько в этот день будут стоить акции. Кстати, между шестнадцатым и двадцать пятым днем, опять же, пройдет 9 дней. Поэтому в этой задачке можно так немножечко расхитрить. Вот так как у нас все время дорожает на то и то же число, то столько, сколько прибавляется от седьмого дня до шестнадцатого, вот каждый день 9 раз, то же самое будет добавляться от шестнадцатого до двадцать пятого. Скажем так, нам подфартило, и поэтому мы видим, что одинаковый идет шаг. Поэтому если я узнаю, сколько денег вот в этом шаге между седьмым и шестнадцатым днем, то есть отнимаю просто эту сумму друг от друга, то я просто эту разницу прибавляю к шестнадцатому дню и дойду до двадцать пятого дня. Надеюсь, что понятно, что я сказала. Итак, девятьсот семьдесят четыре минус восемьсот двадцать один. Получается сто пятьдесят три рубля. Это вот такой прирост за девять дней. Ну и раз у нас постоянно идет один и тот же прирост, то мы просто эти сто пятьдесят три рубля добавим к девятьсот семьдесят четыре. У нас получится, давайте посчитаем, это будет семь, двенадцать, два, один и вот так вот. Я правильно посчитала? Теперь давайте переведем это на язык прогрессии. Вот этот седьмой день, который мы знаем, это как бы а седьмое прогрессии. Это будет восемьсот двадцать один. Потом а шестнадцать, это шестнадцатый день, равно девятьсот семьдесят четыре. А хотим мы узнать а двадцать пять. Вообще в учебнике такие задачи предлагаются решать следующим образом. У вас есть, как мы уже говорили, формула n-ного члена. Вот то, что а n-ное равно а первое плюс n минус один d. И вот что такое а седьмое? А седьмое это а первое плюс семь минус один. Это будет шесть d. И мы знаем, что это равно восемьсот двадцать один. У нас есть а шестнадцатое. Мы тоже его можем расписать через вот эту формулу n-ного члена. И будет а первое плюс шестнадцать минус один. Это будет пятнадцать d равно девятьсот семьдесят четыре. Получается такая системка стандартная. Ее можем решить, найти а один, найти d. Ну и если мы находим а один и d, то тогда вот этот а двадцать пятый мы опять же можем расписать через формулу n-ного члена. Это было бы а первое, которое мы найдем из этой системы, плюс n-1, это будет двадцать пять минус один, двадцать четыре. И умножить на d, которое мы тоже найдем из этой системы. То есть вот такой подход, он, если вы читали учебник, предлагается вот когда описывается эта тема. Но есть еще такие секретные формулы, которые позволяют... Вот мы что сделали? Мы вот то, что у нас все есть, расписали через первый и d. А можно их связать напрямую. То есть вот я могу не, как я говорю, с первого этажа пойти на седьмой, когда я вот так пишу, это я как бы с первого на седьмой иду. А я могу сразу с седьмого пойти на шестнадцатый. То есть я могу расписать одно через другое. Давайте я эту формулу напишу. a n-ное равно... То есть мне не обязательно привязывать через первый. Я могу привязать через какой-нибудь другой член прогрессии. a k плюс n минус k умножить на d. То есть вот мой a шестнадцатый, это был бы a шестнадцать равно a седьмой плюс... Вот n минус k, это у меня шестнадцать минус семь. Это будет девять вот этих вот d. И так как я знаю и шестнадцатый, и седьмой, я их сразу могу сюда подставить и найти, чему равно d. Ну а если я знаю d, я могу прийти в двадцать пятый через, например, a шестнадцатый. Вот я могу прийти в двадцать пятый не через первый, а сказать, что это a шестнадцать плюс... И опять же, вот сколько мне надо проехать этажей, чтобы от шестнадцатого этажа доехать до двадцать пятого? Мне надо проехать девять этажей. И вот я могу в эту формулу, зная d, подставить и найти, чему будет равен a двадцать пятый. Вот такие вот способы решения через прогрессию. Через первый, вот через систему, или сразу напрямую связь между вот этими элементами a, n и a, k в формуле. Или, как вы видите, можем решить просто руками. Давайте посмотрим еще одну задачу. Ну а теперь прогрессия в жизни. Катя не умела решать вообще задачи по математике. Но когда начала заниматься на сайте TutorOnline, у нее получилось решить в первый день сразу же одну задачу. И потом, каждый день она могла решить на одну задачу больше, чем в предыдущей. Скажем спасибо сайту TutorOnline. И поэтому, если вас интересует такой же прогресс, то записывайтесь на уроки к нашим репетиторам. Проходите по ссылке в описании. Вопрос. Взорвался ли мозг у Кати к концу года? Те задачи, которые мы уже решили, они решались с помощью формулы n-ного члена. Это если мы переводили на язык прогрессий. Но также в прогрессии есть такая вещь, как сумма n первых членов. И вот есть задачки в номере 14, где надо эту формулу суммы n-ного члена использовать. Ну давайте решим. Оле надо подписать 880 открыток. Это получается всего. Ежедневно она подписывает на одно и то же количество открыток больше по сравнению с предыдущим днем. То есть это нам намек на то, что это прогрессия. Известно, что за первый день Оля подписала 25 открыток. Определите, сколько открыток было подписано за девятый день. Если вся работа была выполнена за 16 дней. Давайте я это сразу же напишу на доске в виде прогрессии. Это та самая задача, которую бы я, наверное, решала сразу же через формулы прогрессии. Как-то руками. Я не очень знаю, как бы я ее тут быстренько бы сделала. Давайте посмотрим, что у нас имеется. И переведем это на язык прогрессии. Вот всего 880 открыток, это сумма. Вот сколько она всего подписала за все 16 дней вместе. Вот это 880. То есть в первый, во второй, в третий все это просуммировали, получили 880. Все сделала за 16 дней, это значит наше n равно 16. Вот sn, вот у нас s16. И надо узнать, сколько она подписала за девятый день, а9. Если за первый день, это а1 равно 25. Как найти какой-нибудь член прогрессии? Можно воспользоваться формулой n-ого члена. Вот а9 будет равен а1 плюс n минус 1 d. Но n это вот та самая девятка, да, 9 дней. Значит, здесь девятку можно вставить вместо n-ки. И получается, что мы знаем и а1, и n-ку знаем. Получается, нету только d. Интересно, чему она будет равна. Откуда ее взять? Просто посмотрите, что вы знаете, да, какой-то готовый результат. Вот мы знаем, что s16 равно 880. Это же готовый результат, сумма. Ее как-то нашли. Надо расписать, откуда она взялась. В справочных материалах есть формула суммы. sn равно а1 плюс аn делить на 2 и умножить на n. Вот такая формула есть в справочных материалах. Но нам она не очень подходит, потому что мы хотим, как мы уже расписали, когда ищем а9, знать d. И если вот этот аn заменить вот той самой формулой n-ого члена, только здесь будет а1 плюс n минус 1 d, то эта формула преобразуется вот в такую формулу. 2а1 плюс n минус 1 d разделить на 2 и умножить на n. Вот она нам подходит. То есть это результат, который дал 880. Давайте все это распишем. 2 умножить, а первое, это у нас 25, плюс n минус 1. n у нас, это вот sn, значит у нас n это 16, и поэтому здесь я напишу 16 минус 1. Давайте, наверное, сразу же 15 умножить на d, которое нас интересует, делить на 2 и умножить, и опять же n это у нас 16, количество дней, которое мы просуммировали. Получилось вот такое вот уравнение. Мы сейчас его решаем. Можно 2 и 16 сократить, будет 8. Восьмерку умножать на весь числитель. Дальше я, наверное, не буду скобки раскрывать, я просто сокращаю обе части на восьмерку. Тогда здесь будет 110, а здесь единичка. И я вижу уравнение 110 равно 25 на 2, это 50, плюс 15d. Переносим. 60 равно 15d, значит d равно 4. Все, вот то, что нам нужно было для поиска а9, у нас есть. Подставляю. А первое, это 25, плюс 9 минус 1, это 8, умножить на 4, равно 4 на 8. 32, 57 открыток она подписала в девятый день. Вот так вот мы в прогрессе решили эту задачку. Ну что, вот мы разобрали несколько задач, и теперь самое время дать вам домашнее задание, чтобы вы попробовали потренироваться. Можете решать руками, как я говорила, да, перебором, подсчетом. А можете попробовать решить формулами арифметической прогрессии. Ну что, давайте читаю две задачи. Хозяин договорился с рабочими, что они выкопают ему колодец на следующих условиях. За первый метр он заплатит им 2000 рублей, а за каждый следующий метр будет платить на 1100 рублей больше, чем за предыдущий. Сколько рублей хозяин должен будет заплатить рабочим, если они выкопают колодец глубиной 8 метров? Вполне можно решить и руками посчитать, и с помощью формул прогрессии. И вторая задача. Улитка ползет от одного дерева до другого. Каждый день она проползает на одно и то же расстояние больше, чем в предыдущий день. Известно, что за первые и за последние дни улитка проползла в общей сложности 12 метров. Определите, сколько дней улитка потратила на весь путь, если расстояние между деревьями равно 18 метрам. Ну, тем, кто знает формулы суммы арифметической прогрессии, эта задача легко с помощью этой формулы решится. Так что пробуйте, решайте и пишите свои ответы в комментариях. Ребят, вот я занимаюсь с учениками на сайте TutorOnline и заметила, что 14 задача реально вызывает проблемы. Поэтому я надеюсь, что наше видео было полезно, и вы хоть какие-то задачи поняли, как нужно решать. Если полезно, то поставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал, если хотите не пропустить следующие видео. Кликайте на колокольчик, я буду ждать вас на следующем уроке. Пока!